Доброе утро, друзья! 27 июня, понедельник. И вот в воздухе уже слышится звон, звон мелочи, да, в карманах. Действительно, до проведения деноминации остается всего ничего, считанные дни. Уже 1 июля в нашей стране начнут хождение денежные знаки нового образца. И как подготовиться к переходу на новые рубли и копейки каждому из нас, спросим у наших гостей. Встречайте! Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Управления информацией и общественных связей Национального банка Республики Беларусь Анатолий Камович. Доброе утро! Доброе утро! И начальник управления организацией торговли и услуг Министерства торговли Республики Беларусь Виолетта Бризовская. Доброе утро! Доброе утро! Сразу первый вопрос. Мы все уже знаем, что в первый же день введения новых банкнот никуда старые не исчезнут. Вот какой промежуток времени у нас отведен для того, чтобы и деньги старого образца, и нового старого образца вместе за руку гуляли? С 1 июля по 31 декабря этого года у нас будут обращения и старые новые деньги. Ну, конечно, с учетом того, что у нас отнимается 4 нуля, и немножко вот цифры мы будем воспринимать несколько по-другому, конечно, мы ожидаем, что в первые недели будут, возможно, возникать конфликтные ситуации при расчетах с потребителями. Но мы обращаем внимание и потребителей, и кассиров вести себя корректно, потому что всем нужно будет перенастроиться. Для этого проведена достаточно значительная работа, и на кассе у каждого кассира будет лежать памятка, карточка по переводу денежных средств из старых в новые. Эту карточку можно будет увидеть и потребителю, и сориентироваться. А что будет в чеке? Вот в чеке будет две суммы представлено, или одна сумма уже непосредственно деньги нового образца? Кассовые аппараты, которые мы используем, не позволяют нам указывать в чеках и старые, и новые денежные знаки. Поэтому было принято решение переводить кассовые аппараты по мере готовности субъектов торговли. То есть, если я успел перевести, обновил программу, то, конечно же, в магазине кассовый аппарат выдаст чек с деноминированными денежными знаками. То есть, либо-либо, то есть, может быть, варианты старых образец, новых. Да, мы разъяснили, что эту работу можно проводить постепенно, с учетом большого количества парка кассовых аппаратов и значительных денежных средств, которые мы сейчас вкладываем. То субъекты торговли будут постепенно переходить на новый формат кассовых аппаратов. Поэтому покупатель не должен удивляться, если он получит чек с нулями. Это не будет нарушением. Перейдем, может быть, к безналичным расчетам. Тут тоже все серьезно, есть нюансы. А когда клиенты и владельцы карт увидят новый, так сказать, новый во всех смыслах баланс на своих картах, на счетах? Ну, увидят они уже 1 июля, поскольку именно 1 июля день деноминации. Поэтому, если вы решите воспользоваться своей банковской платежной карточкой в ЕРИП или снять деньги из банкомата, то там уже будет новая сумма, да, без четырех нулей. То есть, банкомат уже выдаст новыми деньгами? Часть банкоматов 1 июля уже будет заряжена новыми купюрами, и, соответственно, там будет сумма без четырех нулей. Ну, конечно же, будет часть, наверное, 1 июля-то еще будет большая часть банкоматов, которые будут заряжены старыми деньгами. И там еще будут выдавать все-таки старые деньги. А списываться по карточке будет уже? А списываться будут уже, естественно, в новых, в новом номинале. И все вот эти интернет-ресурсы, там, так называемые М-банкинги, интернет-банкинги, тоже уже будут показывать, например, счет, остаток счета в новых деньгах. По оперативным данным, нас предупредили банковская система, что платежная система на терминалах заработает примерно в 7-8 утра 1-го числа. Поэтому мы предупредили ночные магазины, объекты общественного питания, которые работают ночью, чтобы они были в курсе, и предупредили потребителя о том, что в 0 часов до 8 утра они не смогут рассчитать по платежным карточкам. Но наши банкоматы мелочь также выдавать не будут, я так понимаю, они не запрограммированы для этого, но вот наличие остальных купюр, других достоинств, там, 5 рублей и прочее, прочее. То есть все ли купюры нового образца будут загружены уже в банкомат? Это уже решают конкретно коммерческие банки, которым принадлежат банкоматы, какими купюрами заряжать свой банкомат. У Национального банка, например, нет своих банкоматов, да? Все принадлежат коммерческим банкам. Соответственно, это их решение. Но факт, что там не будет купюр в 200 рублей, в 500 рублей. Все-таки, ну, какие еще есть опасения, и как можно, как бы, успокоить наших граждан, что все будет хорошо, ничего страшного не произойдет? Хочу добавить о работе банков, банкоматов, да. То есть мы говорим, банки сказали, что мы, да, сделаем с 0 часов из 23.0030 до 7-8 утра 1 июля. Но все-таки нужно быть, наверное, готовым к тому, что небольшие какие-то технические накладки могут быть. И к этому нужно просто относиться спокойно. Все равно это временная такая ситуация, и буквально в считанные часы и дни она будет исправлена. И все заработает так, как оно должно работать. Нет, ну тут же важен момент. Можно же потерпеть какие-то неудобства. Главное, чтобы деньги-то не потерять. Вот в этом вопросе можете успокоить? Государство гарантирует. Вот. Значит, вопросов никаких, то есть денег меньше не станет, я имею в виду, в эквиваленте, да? То есть как было, все поменяется. Конечно, нет. И у нас в обращении эти новые старые денежные купюры, мы спокойно придем первое число в магазины. Если у нас есть наличные деньги старые, мы приобретем все товары, которые есть в продаже. Может быть, вы можете что-нибудь практическое подсказать людям? На что стоит обратить внимание? Как внимательнее отнестись к этому вопросу или к этому? Конечно же, какую-то наличность в кошельке иметь я бы порекомендовала. Потому что первые числа хорошо, когда все у нас сложится и утром платежные терминалы заработают. Ну, чтобы во избежание каких-то ситуаций конфликтных, недопониманий, лучше немножко наличные иметь в своих кошельках. Чтобы на душе было спокойнее. А вообще, это мы сейчас говорим про 1 июля. А что касается вот этот первый месяц привыкания к новым деньгам, к этим новым сдачам, может быть, первое время пользоваться карточками? Конечно, да. Можно будет пользоваться карточками, мы даже это рекомендуем, потому что сдачу давать не надо, сразу пройдет расчет по обезналу, и не нужно будет судорожно смотреть, какую же сдачу мне дали, и так, и так, и пересчитывать в уме. Это хорошая действительно рекомендация, и не надо сдачу читать. Ну, а так даже вот у нас такая информация, что есть специальное приложение бесплатное на смартфон, подносишь купюру, и она сразу переводит себе в новый номинал. Отлично. Поэтому можно спокойно пользоваться, да. Вопрос еще. Извините, я бы в дополнение темы порекомендовал бы пользоваться электронной платежной карточкой не только в первые недели и месяцы динаминации, но вообще всегда. Да, поскольку в данном случае это гарантия того, что вы точно не запутаетесь, и вас никто не обманет. А все ли банки и терминалы будут работать 1 июля в штатном режиме, либо все-таки график работы режим немножечко изменится? Ну, 1 июля, что касается банков, то Национальный банк позволил, скажем так, им 1 июля не работать, для того, чтобы не работать с клиентами, для того, чтобы привести в порядок всю вот эту техническую базу, для того, чтобы уже в последующие дни не было сбоев и для того, чтобы банки работали нормально. Единственное, что не будут работать с клиентами. И вопрос уже, наверное, тоже актуальный. Есть ли какая-то возможность связаться в случае каких-то возникновения спорных вопросов? Куда звонить? Куда бежать? У нас есть постоянно действующая горячая линия Министерства торговли, телефон. Поэтому в течение с 8 утра до 8 вечера можно будет дозвониться, узнать все интересующие вопросы, выяснить какие-то проблемы. Но опять же, вся эта информация, я так полагаю, на сайте имеется? На сайте, да. То же касается банковской системы, работать будет контакт Центра Национального Банка, его телефоны на сайте также можно узнать. И у каждого банка есть свои службы, которые отвечают на вопросы жителей Беларуси. И такой вопрос, вы их трогали? Я да. И как они вам? Очень красивые. Здорово. Мне повезло, они трогали еще в ноябре, когда их показывали. Через середине. Через середине. Ну что ж, мне кажется, в таком вот предвкушении и в таком вот приятном расположении духа, в таком положительном ожидании динаминации мы на сегодня и попрощаемся. Будем надеяться, что все пройдет гладко, без сучка, без задоринки. И все наши граждане будут довольны. Мы еще раз напомним, гостями нашей утренней студии были начальник отдела по связям с общественностью и СМИ, управление информацией и общественных связей Национального Банка Республики Беларусь Анатолий Камович и начальник управления организацией торговли и услуг Министерства торговли Республики Беларусь Виолетта Брезовская. Хорошего вам дня. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. А я напомню, дорогие друзья, что нашу беседу можете посмотреть на нашем YouTube-канале СТВ, если вдруг пропустили общение вот прямо сейчас. А прямо сейчас смотрите новости 24 часа, после этого возвращайтесь в студию хорошего настроения. Продолжение следует...